День Святого Николая 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вот. Ярослав, вы, как мне сказали, в Украине один из тех, кто лучше всех играет на Варгане. Может быть, это неправда. Потом мы услышим и оценим. Вы услышали, что меня оценит. Вот это изображение, которое вы видите за вашей спиной, это фрагмент картины голландского живописца XVI века Дирка ван Бюрена. Эта картина называется «Юноша с Варганом». Но история этого инструмента, она началась намного раньше, гораздо раньше, правильно? Вот сколько лет, в принципе, в баргану как инструменту, да, и где он зародился? Варган такой инструмент, который сейчас, ну, ладно, не прямо сейчас, а вот лет сто назад, сто-двести, присутствовал практически в каждой культуре, начиная от североамериканских индейцев и заканчивая Африкой и Дальневосточной Азией, включая всю Европу, Индию, Китай. В общем, практически везде, кроме, разве что, вроде бы в Австралии не было такого инструмента, у них был диджериду, про который расскажу чуть попозже. Есть упоминания про варганы еще со времен Древнего Рима, более ранних не осталось, скорее всего, по тем причинам, что, ну, во-первых, их делали тогда еще, возможно, из каких-то других материалов, которые очень коррозит... Ну, инструмент маленький, то есть он... Он только металлический или деревянный? Бывает деревянный, бывает костяной. То есть до сих пор, например, в странах Юго-Восточной Азии, в Киргизии есть деревянные варганы, бамбуковые, бывает из тонких металлических пластинок. То есть вот это вот фактически больше европейский вариант, который состоит отдельный язычок, который закреплен на отдельной металлической рамке. Ну, изначально очевидно, что этот инструмент был как кусочек дерева, какая-то щепка, вот есть такое выражение, медведь на щепе играет, да, русская. Ну, это вот такой прообраз варгана. И, в принципе, играть какая-нибудь жилка закрепленная там в зубах, это тоже прообраз варгана. То есть это древний очень инструмент. Это очень древний инструмент. А в Украине он тоже присутствовал? Когда был маленький, я играл на резинку, еще не знаю ничего про варган, я там брал резинку, зажимал зубами и так же делал. Вот. Придумал сам, ну, как бы, когда был маленький. А в украинском французе тоже было? В Украине, в Украине это, ну, это в славянских странах вообще было в традиции, но сейчас вот к концу, скажем, 20-го столетия он остался только фактически в изолированных регионах типа Гуцульщин. То есть там Гуцулы, бойки на Западной Украине, у них этот инструмент традиционно до сих пор в ходу. То, что сейчас мы наблюдаем очень много варганистов и очень много людей, которые играют на варгане, это уже такая нью-эйдж волна. То есть это уже люди, которые знают, что это когда-то было, хотят возродить. Вот как я там в 2004 году смог купить свой первый гуцульский варган, дрымбу гуцульскую, и потом пошел в это с головой, с висследованием, с заказом разных мастеров, с разработкой своих каких-то моделей. То есть очень-очень много всего происходит. Вот прям вот такая живая, очень бурная река, которая... То есть вы сами изготавливаете свои варганы? Еще пока нет, но я, как бы, играю, настраиваю их, ну, да, хочу, чтобы уже сразу было хорошо. Поиграйте нам, пожалуйста, на варгане-то. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Браво, браво. Я не уверен, может, не показалось, но, по-моему, картина мне подмигивала, да, во время, как вы играли? Ну, я когда играю, у меня все перед глазами, вот так вот, вибрация щемочная. Вы говорили сами, диджериду. Вот диджериду, возьмите его, это великолепный инструмент. На диджериду играли Битлз, и не только Битлз, на диджериду играла даже Лиза Симпсон. Вот если режиссеры покажут, это Битлз, да, это когда они были в Австралии, конечно, им дали. Ну, и Лиза Симпсон, тоже побывавшая в Австралии, воображен, воображаривая Мэтта Грёнинга. А вот она тоже вот играет на этом инструменте. Вот как вот этот инструмент а-ля тримбита появился в Украине? То есть когда? Да, в Украине он появился, наверное, чуть раньше 2004 года. Я же его одновременно с Варганом увидел 2004, ну, вернее, я Варган к тому времени уже купил. А в этот же день я увидел на сцене Украины Мэрии. Приехали чехи и играли на чем-то очень странном, которое звучит, напоминает дрымбу, ну, вот непонятно что. Ну, и в тот же год я в Польше встретил музыкантов, которые мне рассказали, объяснили и показали, как сделать. Вот, за пять минут на улице, ну, понятно. Вот, вернувшись домой, я, значит, начал штудировать интернет и в конце концов, как бы, начал их делать. И, в принципе, до сих пор иногда делаю, но чаще уже больше играю, чем делаю. Вот один из таких инструментов бамбуковый. Вот, а сам инструмент, он в Европе появился всего в 1929 году. То есть, несмотря на то, что аборигены говорят, что ему... Австралийские аборигены. Австралийские аборигены, вернее, австралийские исследователи, там, говорят, что инструменту, там, от 500 до 2000 и даже до 40 тысяч лет, в зависимости от того, как интерпретировать наскальную живопись. Вот, ну, там, 2-5 тысяч лет вполне возможно. Инструмент очень простой, это, по сути, труба. Вот, изначально они делались в Австралии из бамбука, ну, как самый простой, такой природный трубчатый материал. Потом австралийцы, как бы, перешли к таким специфическому, только для Австралии, вот, растет столб эвкалипта, и в нем термиты проедают дырку в засуху. Вот, то есть, ну, у нас нет ни термитов, ни эвкалипта, поэтому делаем из бамбука. Кто-то пытается делать из дерева, но это намного более дорогие и не всегда лучший инструмент. На самом деле, бамбук вполне... А какая разница между вот диджериду и тримбитой, ну, так как они чем-то похожи? Был инструмент, еще я видел в музее в Закарпатье инструмент, который больше похож на тримбита, но который больше похож на диджериду. Кроме того, что, ну, по форм-фактору, тримбита намного длиннее и тоньше. Вот, за счет этого тримбита по звуку она ближе все-таки к оркестровой трубе. Она играет фактически только абертонами, то есть на передувах. Тут п-п-п-п-п-п-п- ноты. Диджериду он дает такой, поскольку он широкий и короче... Давайте его услышим. Да. Это будет проще, чем рассказать словами. Он играет низко на одной ноте, но абертонат получается за счет, собственно говоря, артикуляции, так же, как и на варгане. Спасибо. Еще, конечно, ну, тут нужны зрители, что же, нужны аплодисменты. Ну, инструмент достаточно сложный в игре, ему нужно приспособиться. Ну, да, да, я знаю, что надо разогреть хорошо губы, потому что это тоже вот губы, они делают такую, как вибрации, как мембраны. Но, как долго вы учили, что просто играть так, а не пугать соседей? Ну, то есть я попробую, я думаю, что все разбегутся. Ну, где-то месяца два у меня ушло на то, чтобы понять, как вообще механика работает, а потом, ну, вот, 10 лет. Вот, там уже не важно, уже, чем дольше играешь, тем лучше, наверное. Ну, в каком-то мере, да, как в любых занятиях. Да, да, да. Вот, дядя Гена, вот вы пришли сюда, вот кроме как с Ейбахаром, хотя вы говорите, что это не совсем так называется. Нет, это все-таки не Ейбахар, это я склонен его называть акустическим синтезатором, потому как Ейбахара настоящего я не видел вживую, а видел его только на видео. И попробовал сделать нечто похожее. Окей. Вот у меня получилась такая вот игрушка. Ну, посмотрим. Ну, мы ее, в самом конце ее услышим. Конечно, конечно. Вот чаши, вот очень коротко, потому что у нас очень мало времени остается, вот чаши, да, они, это вот поющие чаши, да, или тибетские чаши? Это тибетская чаша, действительно тибетская чаша, это я ее оттуда привез, я ездил туда, обучался у мастера. Мастера зовут Санта, то есть солнечный, такой человечек очень благостный. И он передал некоторые знания по поводу, как пользоваться этим инструментом. Это инструмент сакральный, в нем можно чистить воду, из него можно есть, очень даже полезно. И он богат своими абертоникой. Такого количества звуков, как имеет поющая чаша, ну, не имеет ни один музыкальный инструмент. Почему? Потому что сплав этого инструмента состоит из семи металлов. Вот в этой чаше пять. Ей больше, чем 170 лет. Вот именно ей. Именно ей. Да. Вот если вы нам поиграете, и потом очень коротко, она же имеет какие-то еще лечебные свойства. Конечно. За счет того, что такое большое количество устойчивых абертоник, она имеет, каждая чаша, во-первых, имеет свою личную вибрацию, которую мы называем нотой, чистую вибрацию. Ну, в нашем обществе это принято называть нотой. Вот. Вот это, кстати, нота, которая подходит всем. Вот она здесь прописана. А можно ее услышать? Конечно. Так она звучит при ударе. Очень длинный звук. И этот звук можно сделать бесконечным. Тоже посредством вот этого стика прикладываем к чаше и просто начинаем вращать. И звук становится бесконечным. Этот звук очень благостно действует на все внутренние органы, на сосуды, очень тонкие сосуды, которые, как правило, из-за того, что люди мало двигаются, они мало разработаны. То есть застой происходит. Вот это все помогает избавиться от разной ерунды. Вот для этого, на сожалению, время приходит к концу. Вот если нам можно услышать просто чуть-чуть, как звучит этот инструмент. Я вам проявлю, как он звучит под смычком, а вы сделаете для себя вывод, что может этот инструмент. Музыка. 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 это совсем другое дело. Оставайтесь с нами.